Эх, вот она прелесть-то наша. Прелесть лично моя. Кстати, этой прелестью я делюсь с вами. Упс, прости, дорогая моя. Ну-ка, быстренько на место встали. То есть, я себе купил телевизор. Обыкновенный телевизор, даже 4К. Нашел себе видеокарточку, тогда еще 750-я была, которая тянула 4К. Я теперь с большим удовольствием смотрю все это дело. Да, конечно, это не сверхдорогие вещи. Но, в принципе, реально все красиво. И пока я здесь вот потихонечку все убирал, я нашел вот эту шнягу. Вау! Такая крутизна. Это еще с турецкой, а, с какой-то турецкой. И часть здесь была. Из этого. Такая вот говеная шняга. Она просто лежала у меня. Давненько хотел, но теперь сделаю. Это печать от конторы под названием таможня. Знаете, какая таможня? Да нет, это не турецкая таможня. Это обыкновенная грузинская таможня. Да-да-да-да-да-да-да-да. Потому что в свое время, когда дело-то необходимо было, но пришлось все это дело, квартиру продать, я купил свою квартиру в Турции и решил туда переехать. Со всеми нормальными делами. Ну, как же, переезжать же надо было просто. А потом уже вернулся, потому что у мамы начались проблемки, у нее очень сильные проблемки, у бывшей моей тещи наступили проблемки. Надо было их спасать. Я это дело спас. Про меня, правда, все забыли. Ну, да ладно. Это обыкновенное явление. Мужики должны меня понять. И пока я туда переезжал, как они мне мозги вытрахали? По самые кривые помидоры. То есть, я им вот здесь написал то, что я с собой повез. Но самая большая процедура у них возникла, когда я взял с собой самолеты, мои любимые. Я их люблю, безумно. Вот здесь они вот меня. Дрончики. Да, я тут ничего не буду говорить, да? Но сама ситуация опять очередная случилась. То есть, это уже наша ситуация. Любим мы кризисы. То есть, раньше можно было летать на всех самолетах. Потому что батареечки стоили за 32 рубля вообще копейки. Вот. Я купил ее как раз перед замечательным кризисом 2014 года. То есть, когда мы забрали Крым. После этого, с какого нахрен перепуга, доллар стал стоить 62 рубля. Вау. То есть, ну так. В два раза, представляете, прыгнули. Не буду показывать. Ну, какие-то батареечки есть. Вот они здесь такие. То есть, вот такая батарейка стала стоить в два раза дороже. Если, допустим, большой агрегат стоил, да? То есть, можно было раньше его купить за 3,5 батареечку. Теперь эта большая батареечка стала стоить 6,5-6 примерно, да? Чуть больше. Ну, то есть, и на нас это тоже сильно так повлияло. А сегодня сейчас 7,7. То есть, как-то так. То есть, я что-то не въезжаю. Если мы говорим, у нас говорит один товарищ о том, что мы живем как бы, ну, на 17 тысяч. Ну, у меня, правда, пенсии 15,5. Так. Представляете, да? Как можно жить на 15,5 тысяч рублей? Когда большая часть пенсии уходит за квартиру. Так-то неплохо получается, да? Если бы он все это дело вернул, да, допустим, сказал бы, а вот теперь, наконец-таки, я сделаю так, чтобы все россияне, они такие были красивыми, замечательными. И доллар стал бы стоить 6 рублей, вот тогда нормально. Тогда 17,5 тысяч, это где-то, грубо говоря, 2833 доллара. О, о, о. И тогда, тогда все стало. А вот как-то за 17 тысяч сложновато-то. В общем, как вы прекрасно поняли, на самолетах в той количестве мы уже и не летаем. Ладно, хоть я вовремя планеры себе купил и сделал, естественно. На них, наверное, учился летать, это мне реально нравится. Так вот, а дело в том, что я когда вез, я все это привозил в нормальном, своем замечательном автомобиле, Lincoln Continental. Они заставили меня все вытряхнуть, разобрать все, погрузить все это дело в какую-то говнюшку, блин. Чтобы мы это дело перевезли в течение 24 дней. Надо было пройти, а 24 часов надо было выйти, сказать, ой, какой кошмар. Я вообще, знаете, кого сильно-сильно не люблю, опять же, сильно-сильно не люблю, во-первых, таможенников, а мы их расплодили. Во-вторых, я очень сильно не люблю налоговиков. Я это все дело помню. Я очень помню замечательный 93-й год. Потому что у меня как раз тогда машину разбил, и летом-то и сделал, и надо было очень срочно рассчитаться. У меня были хорошие товарищи, вообще клевые, они мне дали сумочку определенную, я ее через день ровно им отдал. Ну, не через неделю, в смысле, я вернул 100%, вопросов не было. Ну, и заработал, естественно, 100%. Потому что и тогда, вы понимаете, можно было съездить в Челябинск, взять там за копейки товар, продать ее за нормальные деньги здесь. То есть вот мы тогда начали все это двигать. Пожо потом все это дело развалилось, понимаете. Давайте все-таки поделимся, вот когда черные риэлторы появились. Мне сейчас просто, для чего я все это буду говорить. Потому что мне говорят, в 90-е годы были проблемки. Вы знаете, вообще никаких проблем не было, да? Мы пили и ели изумительные вещи. В 92-м году в лырке мы сидели. Представляете, какие алкогольные напитки мы употребляли. Какое пиво мы вам привозили. Этого пива сейчас нет, сейчас полные бредятины. И алкоголь сейчас такая же полная бредятина. Потому что тогда еще существовало отечественное производство. А вы говорили, что плохо было. Да нет, неплохо было. И тогда отечественное производство... А вы забыли, да? Был такой замечательный рынок на центральной городской площади, возле мэрии. Где люди привозили товар из деревень. И все остальное. Потому что дело за хреначили. И что теперь вы кушаете? Вы кушаете полное говно, я вам честно скажу. 90-е годы для меня лично, да и для большинства это был идеальный вариант. Особенно в тот момент, когда очередные дефолты не придумали. Так вот первый дефолт был 98-й год. Клево было. Кириенко нам так устроил, кривые помидоры, что доллар стал из 6 рублей стоит 32. А после этого я вас слышал, как один товарищ сказал спасибо большое. Ну да ладно, тема-то отдельной беседы. То есть почему... И вот тогда, в 93-м году, мы не платили деньги вообще ни за что. Не было никакой налоговой инспекции. А потом уже началась налоговая инспекция. И я сейчас задаю вопрос. Параллельно, естественно. То есть мы сейчас приподняли пенсионный фонд до 65. То есть я думаю, что сколько людей у нас доживет? Ну очень-очень немного, поверьте мне. Только зачем платить, если нас государство так швыряет? Теперь вопрос вот эти самые таможенные говнюшки. То есть да никогда этого не было. Как можно было раскидать и разнасиловать свою замечательную страну советскую, чтобы вот это случилось? Это был просто кошмар. То есть я вам уже только что объяснил, да, что мне пришлось с моими планерами и самолетами сделать. Разобрать их. Уже потом, вернувшись, я их начал собирать. А процедура сборки, это тоже же проблемки были, да? То есть все было красиво и ровно. Собери и летай. Какие проблемы? К слову о том, что я обнаружил авиационное замечательное место, где можно полетать даже в Анталии. А вы не знали? Ну так возьмите-то машину и прокатитесь. Вот это, конечно, не... Кстати, даже расскажу примерно как. То есть там, в принципе, выезд один из Анталии в сторону Анкары. Ну можно с другой стороны поехать, допустим, на восток, а можно на запад, ну один единственный выход. И вы едете спокойненько в сторону выезда. И после института, он будет справа, поверите направо. Да, там такой значечек есть. Вот. И там посмотрите, как там люди летают. Да, вылетают люди, конечно, круче, чем мы. Потому что, ну, о чем будем говорить? Мы можем летать только 3-4 месяца лета, и то, чтобы погода-то у нас была с ветром не более 5 метров в секунду. Потому что более 5 метров в секунду как-то очень сложно с самолетом взлететь, еще и посадить. Так, чтобы не разбить. Это я вам тоже показывал, вы все это дело смотрите. Ну так вот. Я туда привез в Лохмоте, и еще и обратно мне пришлось в Лохмоте все это дело разбирать. То бишь, примерная сумма восстановления всей моей техники из-за этих дебиложопиков, да, это 2 тысячи, может быть, 3 тысячи долларов. А вы что думали? Она так все дело быстро собирается, да? То есть, когда взлетает самолет, большой нормальный самолет, то есть у него тысяча долларов, это только конструкция, а еще тысяча долларов туда инсайт все это дело собирается, да? Это еще очень сильно хорошо, если все это дело будет собрано. То есть, это серьезная процедура. То есть, вы представляете, да, для того, чтобы прокормить этих говнюков, вот этих странных, которые были выращены в Советском Союзе, это какой-то кошмар. То есть, ребятки, если вы уж что-то хотите съездить или слетать, я не знаю, как вам это делать необходимо. Может быть, может быть, может быть. Видите, какая ситуация? Нам сейчас пеняют на то, что мы забрали все свое. А мы забрали все свое. Ну, не все, естественно. Можно было большую часть Украины забрать, потому что никогда это дело ей не принадлежало в природе. Понимаете? Вот. К слову о том, что никогда не существовало Эстонии, Латвии, Литвы. Их не было в природе. Это были нормальные люди в составе России, естественно. Там еще чуть-чуть дальше была тема. Посевернее, да? В Финляндии тоже не существовало. А вы не знаете. Я вам просто историю рассказываю. Историю можете здесь же посмотреть. Вот. А Казахстана не существовало в природе вообще. То есть, часть Северного Казахстана, то есть, то есть, раньше наша Оренбургская область, ну, такая Оренбургская губерния такая, она заканчивалась как раз по реке Урал. А дальше уже другая штука была, не помню, как она называлась. Никаких проблем в Бейте. Это вообще очень легко и просто. Карты Российской империи 1861 года. Ну, вот тогда было вообще клево. А еще праздник в Бейте, и мы тогда скажем, ребятки, а этот, мы что-то вам Аляску отдали, да? А вы на бабки еще сволочи не вернули. Представляете? Да, они просто не вернули бабки. Клевая штука. Вообще Америка сидит на наших территориях, бабки еще нам не вернула, еще и пиндосит на нас. Для чего? Я не буду говорить про нормальную Америку. Нормальная Америка – это просто идеальный вариант. Но вот то, что сейчас творится, это, конечно, немножко начинает доставать. Ребятки, да в принципе, мы ни на кого не нападаем, мы живем просто спокойной и нормальной жизнью. Может быть, все-таки отварить от нас? К слову, если вы будете еще и умными людьми, и мы вернем Советский Союз, вернем то самое главное, когда мы ни за что не платили, когда мы спокойненько поступали в институт, когда медицина для нас была абсолютно бесплатная. К слову о том, если вы проголосуете за нашу структуру, КПРФ, мы это дело тоже вернем. Пусть он будет, как ему нужно. Но мы ему покажем немножко другую тему. Такую же. Возьмем несколько человек, которые будут работать в интернете, и вот этих нескольких человек мы продемонстрируем, что как бы, ну, вы должны понимать, наши уважаемые руководители, меньше смотреть телевизор, потому что телевизор, я старый телевизионный мастер, скажем так, 26-й год уже пошел, это, конечно, очень мощная структура для оболванивания. Но интернет вам показывает немножко другие факты. Залезьте и посмотрите сами. Субтитры сделал DimaTorzok